Запуск серверов сезона открытий World of Warcraft Classic, отказ от ограничения на определение расстояния в бою Dragonflight, а также до ужаса постыдный ролик по Overwatch 2. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту, но вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает приватный проект УВОВ. УВОВ это старейшая русскоязычная серверная группа, предлагающая вам возможность окунуться в самые различные версии клиента. Доступен здесь и Гнев Короля Лича, и Миссов Пандария, однако главным фаворитом проекта был и остается Легион. Легион это одно из самых любимых дополнений у преданных фанатов World of Warcraft, что в общем-то неудивительно. Ведь он предлагает вам доступ к огромному количеству крайне интересного ПВЕ контента. Специально для фанатов этой версии игры на проекте УВОВ Би существует два различных сервера. Более старый с рейтингами на опыт Х100, и гораздо более свежий с рейтингами Х5. Последний предложит вам не только возможность стать свидетелем прогрессии сервера, ведь далеко не весь контент еще успели открыть, но и откроет вам путь кооперации с другими фракциями. Да, тип сервера установлен в формате ПВЕ, а поэтому вы не только не можете умереть в открытом мире от других игроков, но и можете с ними взаимодействовать. Орда и Альянс здесь совместно покоряют весь доступный контент. Бонусом же идет вполне себе приятная, ненавязчивая система монетизации и отличный онлайн, от двух до четырех тысяч активных игроков в любое время суток. Заинтересовались? Тогда самое время перейти по моей персональной ссылке в описании и зарегистрироваться. Удачи! Еще до BlizzCon 2023 главный стример современности в жанре MMORPG, Азман Голд, пообещал своим зрителям, что опробует хардкорный World of Warcraft Classic, которому до сих пор не притрагивался, если разработчики объявят на выставке Classic+. Мероприятие оказалось богатым на новости для World of Warcraft и для классической версии игры был представлен сезон открытий, который пусть и не называется Classic+, по заверениям разработчиков, по сути им все же является. В связи с этим столь известной личности пришлось исполнять свое обещание. Знакомство с хардкором прошло далеко не гладко, но не в вопросе быстрой смерти персонажей, а из-за технических неполадок. Поиграть Азман Голд решил на американском сервере Defias Pillager, транслируя свои приключения в прямом эфире на Twitch. За стримером круглыми сутками следят десятки тысяч людей, и некоторые, выяснив где именно он собирается играть, решили приблизиться к своему кумиру, хотя бы в игре, и также создали на том сервере персонажей. Сама трансляция на пике смогла привлечь к экранам мониторов свыше 110 тысяч активных зрителей. Полагаю, не сложно представить, сколь много героев собралось вокруг живой легенды в самом Азероде. И если верить модификациям, считающим количество персонажей вокруг, речь идет про несколько тысяч героев в одном месте. Такая скучность не пошла серверу на пользу, и он попросту перестал справляться с наплывом игроков, начав демонстрировать огромные задержки. Проблемы стали наблюдаться не только в Волвинском лесу, но и во всех других локациях игры, что смутило обитающих на нем простых игроков. Поиграть в таких условиях, понятное дело, с удовольствием, разумеется, не получилось, и, помучившись около часа, стример решил отложить свои приключения на хардкоре до тех пор, пока Activision Blizzard не решит вопрос со стабильностью своих игровых миров. Компания Upper Deck выставила на продажу набор коллекционных карт Blizzard Legacy Collection, в который вошло более 200 карточек с изображениями, иллюстрациями, постерами, зарисовками, скриншотами с персонажами, предметами и местами, как из старых, так и современных игр Activision. В набор за 25 долларов входит 7 комплектов по 8 случайных карт в каждом. Среди карт с некоторой вероятностью можно отыскать деталь характерического куба, чтобы, собрав достаточно таких, смастерить коробочку для складывания в нее своей коллекции. Также в комплектах можно случайным образом находить особая карта редкого качества с дополнительными визуальными элементами. Фанаты World of Warcraft, похоже, вдоволь на развлекались с нейросетями, и потому новые подделки на поприще автоматической генерации картинок появляются редко, но все же их создают. Вот и пользователь по имени The Crispy Tip на днях поручил Мид Джорни изобразить героев Warcraft, популярной в последнее время тематике, персонажей мультфильма Pixar. Получилось у него довольно неплохо, во многом приближено к духу Warcraft Rumble, только чуть менее игрушечно и чуть более серьезно. 27 ноября игрокам гильдии ЭКО удалось первыми в мире победить эпохального Фиррака Пылающего, и не только заслужить звание сильнейшего коллектива World of Warcraft Dragonflight, но и раньше всех раздобыть легендарный топор Фиралат, воздаятель снов, который попросту попался им в добыче босса. Однако все не так просто, ведь экипироваться им сразу нельзя. Топор был распределен по групповой добыче, и в итоге достался игроку по прозвищу Майерс. На следующей неделе, во вторник, 5 декабря, в Overwatch 2 начнется восьмой сезон, и разработчики приступили к публикации грядущих новинок. В свежем тизере авторы игры намекнули, что новый эпохальный облик для 80-го уровня боевого пропуска в этом сезоне достанется Арисе. Несколько же позже игроки нашли соответствующий материал в коде официального сайта. Амазон Прайм Гейминг продолжает раздавать награды для современных игр Activision, и одним из подарков в декабре стала гербовая накидка для актуального World of Warcraft. С 28 ноября по 26 декабря 2023 года подписчики сервиса могут получить облик гербовой накидки гнева. В былые дни ее можно было получить за очки Upper Deck Entertainment, а нынче она изредка попадается на черном рынке, как отдельный лот, или в невостребованном контейнере товаров с черного рынка. И глядя на то, что на территории Российской Федерации Прайм Гейминг не работает, вы можете создать учетную запись другой страны, и получить все награды абсолютно бесплатно, ведь первый месяц подписки не требует никаких инвестиций с вашей стороны. Разработчики сообщили, что решили отключить эффект постепенного снижения рангов по ВП-системе во всех версиях в World of Warcraft Classic, и это изменение вступит в силу во время еженедельного технического обслуживания в среду, 6 декабря. На днях разработчики намекнули, что в скором времени поклонникам полей сражений в Hearthstone стоит ждать приятных новостей. И вот в самый разгар недели состоялся анонс нового шестого сезона для этого режима, который начнется вместе с выходом обновления 28.6, что намечено на 5 декабря. А вместе с его приходом будет введена новая механика, магия в таверне. Кроме этого, будет введено 32 новых существа, 42 новых заклинания и 3 новых героя. Дополнительно команда собирается внести множество минорных, но не менее интересных исправлений и нововведений. Уже довольно продолжительное время Tell Shadow занимается воссозданием Азеротов в Тамриэле из The Elder Scrolls III Morrowind в рамках проекта World of Morrowcraft. И на днях выпустил первый крупный континент, Анордсколл, попытавшись сделать его максимально приближенным на вид к тому, что можно увидеть в World of Warcraft. Пока в моде нельзя делать ничего, кроме как бегать и любоваться пейзажами, но позднее автор обещает добавить персонажей, существ и даже задания. Небольшим секретом является то, что Activision Blizzard уделяет все меньше внимания своим франшизам, прорабатывая их сюжетные игровые аспекты. На этой неделе очередным подтверждением ухудшения ситуации стал выход нового сюжетного ролика, посвященного персонажу Мауги. В отличие от прошлых работ с реалистичной мультипликационной графикой, была выбрана довольно примитивная анимационная рисовка, а сюжетная составляющая уже подверглась шквалу критики, ведь она в разы уступает всем прошлым работам компании. Посмотреть материал можно эксклюзивно на канале PlayStation. На официальном канале ролик на момент выхода этого новостного выпуска опубликован еще не был. На прошлой неделе разработчики отключили в бою опцию интерфейса, позволяющую определять расстояние до целей, чтобы помешать чрезмерно производительным модификациям для сражений в подземельях и рейдах. Это негативно повлияло на игровой процесс людей с нарушением зрения, поскольку они сильно опирались на эту механику. Авторы игры сообщили, что планируют немного ослабить это ограничение, вернув возможность определения расстояния до противников, отказавшись от введенных ранее исправлений. В ночь четверга на пятницу состоялся запуск сезона открытий World of Warcraft Classic, и теперь отважные искатели приключений могут отправиться в новый путь по Старому Азероту, попутно разыскивая многочисленные сокровища и решая разнообразнейшие загадки, которые для них приготовили разработчики, чтобы открыть доселе невиданные умения. На первом этапе сезона открытий пользователям стало доступно развитие персонажа до 25 уровня, гравировка рун на поножах, перчатках и нагруднике, что позволяет открыть новые умения и возможности, различные секреты и новые задания для разблокировки рун и получения иных не менее ценных наград. Переделанная из подземелья в рейд непроглядная пучина на 7 боссов для 10 персонажей 25 уровня. Пвп-зона в открытом мире в Ясеневом лесу с особыми наградами. Классическая пвп-система чести с ограничением до третьего ранга и доступ по любое ущелье Песни войны. Новые рецепты для профессии, а также новые мировые усиления. Впрочем, прежде чем герои смогли до этого добраться, им пришлось столкнуться с целым рядом критических ошибок, которые оказались оставлены разработчиками в клиенте перед запуском. Одной из самых важных сложностей стал отказ работы системы слоев, которые должны были автоматически разворачиваться по ходу наплыва игроков. В результате игровые миры получили максимум один слой, а большинство игроков оказались в очередях. Также разработчики сообщили, что ввиду крайне колоссального интереса к ролевой составляющей игры, вдобавок к уже существующим было решено запустить дополнительный РП-ПВП игровой мир для сезона открытий World of Warcraft Classic, в американском и европейском регионах, назвав его Chaos Bolt. Американский же РП-ПВП мир получил название Crusader Strike. Он заполнился до появления очереди с дисбалансом в сторону Альянса, поэтому на нем на текущий момент разработчики запретили создание персонажей этой фракции для новых игроков. Если же говорить про контентную составляющую, нужно отметить, что Activision объявили о том, что на втором этапе сезона открытий, вместе с повышением максимального уровня до сорокового, подземелье Gnamrigan будет превращено в рейд на 10 человек. В свою очередь это означает, что игроки смогут получить в нем много новой добычи. В файлах нынешней версии обновления 1.15 датамайнеры отыскали одну из таких вещей, обновленный ручной пробойник толпы, особо желанный предмет среди друидов специализации Сила Зверя. Новый пробойник является обновленной версией старого и наверняка будет добываться с того же Толпогона 9.60. Изменений на первый взгляд маловато. Характеристики останутся теми же, требуемый уровень повысится с 29 до 35, а уровень самого предмета до 40. Вместе с тем он получит неограниченное число зарядов вместо всего лишь трех оригинального, однако пользоваться им смогут лишь паладины, шаманы и друиды. Так игрокам уже не потребуется постоянно бегать за очередной копией предмета, чтобы использовать ее невероятно мощный бонус. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!